Мы продолжаем наш уроки, посвященный исламской идеологии. На предыдущих уроках мы говорили о свободе выбора человека. Обладает ли человек свободой выбора или нет? Он вынужден в своих действиях. И в связи с этим мы упомянули три убеждения, которые имеются среди мусульман. Первое убеждение заключается в том, что человек абсолютно лишен свободы выбора. Что человек вынужден в своих деяниях. Это точка зрения некоторых мусульман, таких как хамболиты или же ашариты. И вторая точка зрения, которая является точкой зрения муатазелитов, которая заключается в том, что человек абсолютно свободен в своем выборе. Таким образом, эти две точки зрения прямо противоположны друг другу. Являются крайностями в этом вопросе. Но существует и третья точка зрения, которая является точкой зрения непорочного семейства пророка Мухаммада, салаллаху, алейхи в салям, то есть учение шисьма, которое заключается в том, что не то и не другое, а нечто между этими двумя точками зрения, между этими двумя крайностями. Итак, мы говорили ранее о причинах возникновения первой точки зрения среди мусульман. и обещали разобрать их доводы и доказательства, на чём они основывают свои убеждения, на что они ссылаются в этих своих убеждениях. Итак, первое, на что необходимо указать, это Единобожие. Единобожие в Созидательстве и Единобожие в Господстве. Мы ранее разбирали эти важные и значимые убеждения исламской идеологии, исламского учения. Ислам утверждает, Коран, священные тексты, сунна посланника Аллаха, утверждают, что Бог является единственным Творцом. Он един в Своем Созидательстве, Он един в Своем Господстве, Он единственный, кто управляет. Он единственный, от кого зависит абсолютно всё, без исключения. И в связи с этим, конечно же, возникает вопрос, как и у многих мусульман, немусульманских мыслителей и мусульманских учёных прошлых веков. А значит ли это, что человек вынужден в своих дьянях? Так как если только Бог может созидать, только Он может быть причиной, реальной и настоящей причиной чего-либо, то какую роль здесь играет человек и его свобода выбора? И в связи с этим многие люди, многие мусульмане, многие мусульманские мыслители, не имеющие прямого, непосредственного контакта, не имеющие доступа, прямого, непосредственного доступа к источнику откровения, источнику священного Корана, они стали полагать, что человек всё-таки лишён свободы выбора. Но давайте разберём, насколько весомы данные доказательства, насколько правильны эти умозаключения. На самом деле, единобожие в господстве и единобожие в созидательстве требуют того, чтобы человек был вынужден в своих дьянях. На самом деле, всё это требует отсутствия свободы выбора, свободы воли у человека. Если мы будем внимательны к вопросу о свободе воли и свободе выбора человека, то мы обнаружим, что свобода выбора является неким чудесным явлением, заложенным в человеке. Выбор, воля является нечто чем-то удивительным, заложенным в человеке, что никоим образом не противоречит единобожию. Каким образом? Дело в том, что свобода выбора, воля, дарована Богом. Воля также дарована человеку Богом. И когда человек хочет совершить то или иное деяние, то или иное действие, например, хочет совершить молитву, ежедневную обязательную молитву, то даже совершение этой молитвы является деянием Бога. И единственное участие, единственная заслуга человека в этой молитве – это проявление воли, проявление желания. Выбор этой молитвы, который также является дарованным Богом. Даже выбор, то есть способность, возможность, умение, сила и могущество, которым обладает человек для того, чтобы выбрать то или иное деяние, стремиться к тому или иному деянию, проявить волю к тому или иному деянию, даже это даровано, даже эта сила, это могущество, это способность, даже это даровано Богом. Не говоря уже о том, что совершение деяния также осуществляется посредством силы Бога, посредством могущества Бога. И без могущества Бога это все невозможно. Обо всем об этом говорят доказательства единобожия в созидательстве и единобожия в господстве, о чем мы говорили на предыдущих уроках. Таким образом, совершенно верно, что единственным творцом, единственным созидателем является единый всемогущий Бог. Так какую же роль здесь играет человек? Он выбирает. Единственной ролью является выбор человека, который также дарован. Не сам определенный выбор дарован Богом или навязан Богом. Ни в коем случае. Что даровано Богом? Даровано Богом сила и способность выбирать. Не тот или иной выбор, а способность выбирать. И человек выбирает, проявляет волю. Так уж случилось, что Бог, совершая то или иное деяние, прояви всего лишь человек, конечно же, в определенной мере, в определенных границах, прояви человек ту или иную волю, волю к тому или иному действию. Например, если человек проявил волю встать, Бог дарует ему силу, дарует ему силу встать. Если человек проявил волю пройтись к умывальнику, Бог дарует ему эту силу. Если человек в дальнейшем проявил волю принять омовение, малое омовение, которое необходимо для совершения молитвы, то Бог дарует ему эту силу. И далее, если человек проявил волю к совершению молитвы и к совершению каждого в отдельности взятого действия молитвы, то Бог дарует ему силу, совершает это деяние, является причиной этого поступка. Таким образом, единобожие в господстве и единобожие в созидательстве никоим образом не противоречат свободе воли, свободе выбора. И все это в контексте с тем, что имеется множество доказательств того, что человек обладает свободой выбора. То есть все это с учетом этой истины, этого факта. В первую очередь нам необходимо обратиться к самим себе, к своему внутреннему миру, и мы обнаружим, что мы на самом деле обладаем свободой выбора. Мы вынуждены навязывать себе, даже те, которые, те мусульманские течения, представители тех мусульманских течений, которые верят в том, что все происходит по воле Бога, и что человек не является свободным в своем выборе, даже они вынуждены заставить себя верить в это. Они не могут в это поверить на самом деле. Они верят в это исключительно формально. И доказательством тому является то, что если вы подойдете к кому-нибудь из этих людей и ударите его, не дай Бог, то он обвинит именно вас в этом. Вы не сможете оправдаться тем, что все происходит по воле Бога, что мы не являемся свободными в своем выборе, и что вы, ударив его, не решали ударить или не ударить, а что все решено было Богом, он этих оправданий не примет. И это является яснейшим доказательством того, что для каждого человека, даже для того, кто верит в предопределение, в абсолютное предопределение и в отсутствие свободы выбора человека, что даже для этого человека абсолютно совершенно очевидно, что человек обладает свободой выбора. То есть первым доказательством свободы выбора является то, что для каждого из нас это является очевидным. Помимо этого, если мы будем верить в вынужденность человека, в отсутствие у него свободы выбора, то многие религиозные вопросы подпадут под вопрос, под большущий вопрос. Зачем Бог отправил посланников? Зачем Бог отправил пророков? Зачем Бог отправил священные книги? Зачем Бог призывает к совершению тех или иных действий? В конце концов, зачем Бог запрещает совершение тех или иных преступлений? Зачем Бог призывает к совершению молитвы и к тому, чтобы держать пост? Почему Он запрещает грабить, убивать, лгать и множество других преступлений? Зачем все это? Это абсолютно все бессмысленно, если человек вынужден, если человек не обладает свободой выбора. не говоря уже о том, что Бог не имеет никакого смысла Богу наказывать или же награждать, в особенности, если речь идет о наказании, то нет никакого смысла наказывать человека или награждать его, если все совершено Богом, если все предопределено Богом, если человек не обладает свободой выбора, что если человек не несет никакой ответственности за свои деяния. Не говоря уже о тех аятах, в которых ясно, недвусмысленно говорится о том, что вера в отсутствие у человека свободы выбора является ложной верой, не соответствующей истине, противоречащей истине. Некоторые из этих аятов мы засчитывали ранее, на предыдущих уроках. Таким образом, с учетом этих доводов наличия у человека свободы выбора, мы должны находить объяснение, как же единобожие в господстве и единобожие в созидательстве сочетается со свободой выбора человека. И мы очень просто, если будем внимательны в том, что из себя представляет свобода выбора, потому что свобода выбора – это не могущество, это не обладание могуществом, чтобы совершить то или иное деяние, а обладание волей к этому деянию, обладание выбором. Таким образом, если мы будем внимательны в том, что из себя представляет свобода выбора, мы легко решим эту дилемму, это кажущиеся противоречия. Итак, это был первый довод, первое доказательство, на которое могут или ссылались сторонники идеи о том, что человек лишен свободы выбора. На этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.